МИЭД ТВ Одним сентябрьским днем мы оказались в подмосковном Колтышеве. Если вы не знаете, где это, сообщаем. Территориально в 70 километрах от Москвы, 29 от Зеленограда и 7 от Солнечногорска. Сейчас здесь кипит работа, но уже скоро все будет готово для принятия участников молодежного форума «Мы – будущее Москвы». В пансионат мы приехали не отдыхать и наслаждаться чистым загородным воздухом, нет. Вместе с нами на территории Дома отдыха собралось около двух сотен человек для участия в окружном молодежном форуме «Мы – будущее Москвы». МИЭДовцы в первых рядах прибывшего студенческого актива. Жанна Тевги – активист МИЭДов. Сколько у нас народу от МИЭДов сегодня едет? 15 человек. О целях пребывания здесь представителей трех вузов, трех колледжей и даже некоторых школ Зеленограда мы узнали у члена оргкомитета форума. «Сформировать актив Зеленоградского округа молодежи и посмотреть, насколько у нас силен актив в каждой из управ, в муниципалитете, в вузах и колледжах, показать что-то новое». Ребята были вовлечены в активную деятельность, буквально выйдя из автобусов. Началось все с расселения. «Правда из кранов течет горячая вода?» «Правда, что я вам покажу?» «Блин, слушай, у меня дома такого нет». Помимо горячей воды, ребят ждало три дня насыщенной программы – спорт, тренинги на командообразование и дискотеки. Однако основными ежедневными мероприятиями стали встречи с вип-гостями. Больше всего вопросов на самые разные темы было задано во время беседы с Сергеем Ножовым, заместителем руководителя департамента семейной и молодежной политики города Москвы. Он предложил общаться в социальных сетях. «Есть такая замечательная социальная сеть ВКонтакте. У меня там тоже есть аккаунт. Меня зовут Ножов Сергей, поэтому вы можете смело туда мне писать в режиме личных сообщений. Я каждому из вас отвечу. Если действительно будет интересный проект, в том числе можно приходить в департамент и там его обсуждать». Одно из главных заданий участников форума – разработать проект, направленный на улучшение жизни в родном городе. Затем с ним участвовать в «Ипровизированных праймерис». По два кандидата от команды, день на подготовку и три минуты на выступление. Жесткие рамки мира политики. Ребята представляли проекты, которые действительно необходимы. От поддержки материал-одиночек до создания центров для неформальной молодежи. А главное, все это может быть реализовано в ближайшее время. «Самые рейтинговые идеи, которые сегодня прошли на защите, будут размещены на официальном сайте управления департамента семейной и молодежной политики». После напряженной мозговой деятельности развлекались с утроенной силой. «Стартин танцевальный марафон» был признан самым зажигательным мероприятием форума. Вот уж где участники показали себя во всей красе – активными, изобретательными и веселыми. А пока ребята проявляли себя, мы в рекордные сроки создавали выпуски новостей. Здравствуйте! В эфире новости окружного молодежного форума «Мы – будущее Москвы». Главным событием форума стал приезд префекта Зеленоградского административного округа Анатолия Смирнова. Высокий гость был буквально завален вопросами от молодежи. Беседа продолжалась более двух часов, а ребятам все было мало. По тем вопросам, которые ребята задавали, видно, что они очень хорошо знают город, чувствуют его, и вот те проблемы, которые в городе реально существуют, они их поднимают. Подобные выезды оставляют в душе особые ощущения. Всего три дня. Но какие впечатления? Иллюзии вечности, как спел на закрытии форума один из организаторов. Нам, как и ребятам, эта поездка запомнится надолго. Еще одно немаловажное событие. 14 сентября МИЭД посетила делегация из Национального университета Тайваня. По результатам переговоров был подписан договор о сотрудничестве в области образования и исследований. А 16 сентября в МИЭД читали лекции ведущие мировые ученые. В зале Дома культуры проходила школа для студентов и аспирантов, где вели занятия ведущие мировые специалисты в области наноэлектроники, фотоники и альтернативной энергетики. Мероприятие проводилось в рамках пятого международного форума NEN and GIGA Challenges in Electronics, Photonics and Renewable Energy. Лекции могли посетить все желающие. К другим новостям. Многие студенты нашего вуза предпочитают передвигаться на велосипеде. Студактив и медиа-центр разрабатывают проект по созданию велодорожки от студгородка Домиета. Подробнее в сюжете Евгения Лукиной. Велосипедная дорожка – часть проезжей части или самостоятельная дорога, предназначенная исключительно для движения велосипедистов. Велодорожки очень распространены в западных странах. В России протяженность велодорожек до смешного мала – не более 100 километров. Тогда как только в одной Голландии из длина превышает 10 тысяч. И вот одна из них наконец-то появится в Зеленограде. Мы выяснили мнение наших студентов по поводу этого проекта. Не, ну я хорошо к этому отношусь на самом деле. Никак, мне все равно. Положительно только. А будете использовать? Ну, возможно, искуплю велосипед и буду пользоваться. Замечательная идея. Если бы еще по ней никто, кроме велосипедиста, не примешался, было бы вообще здорово. Буду пользоваться только, если мне надо будет добраться с метода до общежития. Заместитель председателя студенческого совета по спортивному направлению Сергей Ковалев рассказал нам о том, как будет происходить воплощение в жизнь идеи велодорожки. Ни для кого не секрет, что многие студенты добираются до института на велосипеде. Об этом можно судить по большому количеству двухколесного транспорта на специальных стоянках у МИЭТа и Студгородка. Точное место проведения велодорожки пока выбирается. Судактив уже собрал подписи. Сейчас вопрос решается в префектуре Зеленограда. Если пересесть на двухколесный транспорт, то решатся большие проблемы с пробками и улучшат состояние воздуха. Занимайтесь спортом с выгодой не только для себя, но и окружающих. 23 сентября в ДК МИЭТ состоится студенческая выставка творческих, спортивных и интеллектуальных кружков нашего института «Судактив-экспо». Начало мероприятия в 15 часов 30 минут. Не пропустите. Это все на сегодня. В эфире были новости МИЭТ-ТВ и я, Наталья Коваленко. До свидания.